Всем привет! Сегодня у нас история подписчицы. История тяжелая про абьюз. А я сейчас ее зачитаю и дам комментарии и тоже ваших советов. Давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Хочу сказать, что я не против, чтобы вы зачитали мое письмо. И я и мой муж, мы в браке были 9 лет, и почти еще 3 года мы встречались. То есть, получается, до брака. У нас есть сын, ему скоро 4 года. И сейчас я понимаю, что большую часть из этих лет я в абьюзных отношениях. Хотя у него много положительных качеств, которые я до сих пор ценю. Термином абьюзивные отношения, просящие что-то объяснить, что происходит. Хотя я, конечно, диагноз сама не ставлю. У меня в этом письме будет к вам вопрос в отношении ребенка. Как четко, грамотно помочь выстроить отношения отца и ребенка? И вообще, стоит ли это делать, если папа абьюзер? Абьюз проявляется тем, что он ведет себя очень агрессивно, бросается предметами в меня и ребенка, разбивает посуду, и даже если на полу сидит голый ребенок, ломает мебель, двери, предметы и интерьера. Меня он тоже трогает. Он сильно хватает, что остаются даже синяки. Дает много пощечин. Хоть и ладони, но от брекетов у меня могут появиться синяки на губах и щеках. Толкает. Таскал за волосы. Он очень много и жутко матерится. Оскорбляет меня и моих родных. Его оскорбление для меня очень болезненно. Был случай, когда после родов прошло только пять недель. Ссори, он, прижав меня к стене, наклоняется к ногам. Я одним движением вытащил из-под них меня. И я с высоты роста села на свои разрывы, швы кровили. А про боль я вообще говорить не могу. И главное то, что во всех этих зверствах он винил меня. Ну, как типичный абьюзер, как бы что-то говорить. Он всегда говорил, что я его провоцирую. В виде себя нормальная, тебе они будут доставаться. Но как бы я ни старалась, он всегда находил то, что его провоцируют. Естественно, он всегда так будет делать. Я закрылась с ребенком в комнате. Он стал звонить моим родителям, обвинять тех, кого они вообще воспитали. Сказал, что приехали за мной и забрали меня, иначе он меня убьет. Вот. Родители сразу забрали меня. Это была одна попытка, одна из четырех попыток уйти от него. Все время я возвращалась, потому что, как понимаю сейчас, это была зависимость. Проблемы с моей самооценкой, прочие психологические вопросы. Меня учили все детство, что все можно простить, без извинений. Главное мир, что теперь я смогу на многое по-другому смотреть. В общем, я скажу, вас учили терпеть. Как и нас очень многих этому учили и продолжают некоторые такому учить своих детей. Я прошла психологический тренинг, благодаря которому выявила многие психологические зажимы, барьеры и проблемы. На нем я также поняла, что так женщина часто вела себя неправильно. Что как женщина вела себя неправильно, была давящей, требовательной, спорила и, как говорится, часто делала мозг по всяким семейно-бытовым вопросам. Когда я стала посещать этот тренинг, мы с мужем очередной раз были в разрыве. И хотя я понимала, что все безумство, которое он делает, не вписываются ни в рамки нормального поведения, и решила все же попробовать и сойтись с ним снова. Моя прокачка мозга, в кавычках, безусловно, помогла. Я взяла ответственность за свою жизнь и свой выбор на себя. Стала делать то, что я могу, не ожидая от него чего-то. Просто есть я, и я хочу поступать правильно. Я тут немножко, знаете, остановлюсь. Это странный тренинг, потому что по-нормальному бы... Это хорошо, что вы стали брать на себя ответственность. Но вы взяли и на себя чувство вины. Я делала мозг, бытовые вопросы и все прочее. Вы должны были, если психологический тренинг, понять нечто другое. Что я жертва, надо это принять. Да, я могу брать ответственность за свою жизнь. Поэтому я обратно к боли, к побоям не вернусь. А вы что сделали? Вы вернулись обратно к этому. То есть, как бы это хорошо, что вы хоть что-то начали понимать, но до конца как-то здесь странно очень это все сработало. Может быть, у вас была очень сильная зависимость, вы не готовы от нее отказаться, поэтому так получилось. Но или недостаточно было этого тренинга, еще бы чуть-чуть додавить и больше поразбираться, был бы эффект лучше. Но он постоянно опять чем-то провоцировался. Мы могли просто говорить, мы могли просто о чем-то общаться. Я просто высказывала свое мнение. Он же не всегда может сходиться с ним. Но я видела и не настаивала на чем-то, не давила на него. Я даже замечала, что когда он зажигается, как уже в пол летит чашка, резко он хватается за мое горло. И каждый раз, вернув меня, он обещал пойти к психологу, неврологу, начать что-то пить, принимать. Только чтобы я вернулась. И никогда он ничего из этого не делал, кроме как пары консультаций психолога. Типичное обещание абьюзера, которое никогда не выполняется, лишь бы вас обратно заманить. Последние полгода были ужасными. Я отпустила все надежды, ожидания и только старалась меньше контактировать, провоцировать и думала, как бы мне уйти, так как есть ребенок и никаких сбережений и всего прочего у меня нет. Однажды вечером он снова побил меня, как он считает, не сильно, нанося удары кулаком в руки, ноги, тряс меня, давая сильные пощечины, а потом вывел в другую комнату, где сидел наш сын, и, угрожая скинуть меня с окна, тащил к нему и стал открывать окно. Ребенок плакал, просил маму не трогать и оставить. Я четко поняла, что я могу сколько угодно прощать, пробовать не провоцировать его, но ребенок сейчас растет и видит, как его маму каждый раз бьют, я больше скажу, убивают. Я стала усиленно искать варианты с уходом и нашла детский сад, куда устроилась медсестрой по профессии и куда взяли моего ребенка и предоставили нам комнату. За все это вычитают из моей зарплаты. У меня остается не так много денег, но я свободна от каждодневного стресса, и мой сын понимает, что не надо терпеть, когда тебя бьют, и что самому бить нельзя. Но вытекают новые моменты, например, отношения сына-отец. Ребенок не очень ему рад и не всегда хочет общаться с ним по видеосвязи даже. Муж говорит, что ребенок должен крупными здесь буквами капслог радоваться отцу, и что если это не так, его нужно воспитывать. И опять ввинит ребенка или меня, что у них сложные отношения, а не отец виноват, который на глазах ребенка все это творил и тем вызывал в сыне отдаленность и отстраненность. Вопрос стоит так, давать ли им поддерживать отношения? Я боюсь, что этот абьюз будет и на ребенке. Но, возможно, чем более он будет старше, тем больше к нему будет еще и претензий со стороны отца. С другой стороны, в мирное время они любят друг друга, весело играют. Я знаю, что в критической ситуации, где вопрос жизни и смерти или вопрос здоровья, муж поможет. Я здесь остановлюсь. У вас не разделяется время на мирное и военное. У вас все время военное. Вы в ожидании атаки и войны. Ребенок заболел. Такая история была, да, но он все купил, собрал дома нужный ингалятор, повез на встречу со мной и так далее. Он не знает, где мы живем и чувство моей безопасности. Очень правильно. Но он все передал через... Он во время этого и поездки попал в аварию, но все передал через курьера, чтобы я не оставляла надолго ребенка и не ехала к нему сама забирать все эти вещи. Вообще у него много мужских сильных качеств. Хватит верить в это. Хороших и сильных качеств нет. Слабый мужчина бьет слабого. Ребенка унижает, оскорбляет его мать у него на глазах и бьет женщину, которая у нее может ответить. Это слабо, у него нет сильных качеств. И вообще, чтобы я никогда такого не позволяйте себе слышать и чтобы я никогда не слышала. Вы опять вот прощаете то, что у вас родители с детства учили и понимаете, как типичная жертва, конечно, но все равно человек, который вас обидел, он не имеет права быть, чтобы у него были хорошие качества. Вы должны помнить о себе, о своей обиде, в первую очередь, о той боли, которую он вам причинил. У него очень сильные мужские качества, хотя в наше время такие не у всех есть. Ну, точно, он идеальный, лучше из всех. Но эта вся агрессия, конечно, все перекрывает. Вот как лучше быть с ребенком? К тому же, он угрожает мне, что если он будет видеть в ребенке негатив к нему, или я буду препятствовать их общению, что он, воспользоваться своими связями, заберет его, и думаю, его родня будет ему помогать в этом. Были эпизоды, наводящие на такие мысли. Прошу, ответьте мне, если это письмо не для блога. В любом случае, мне важно ваше мнение. Я хотела бы узнать про консультации. Смотрите. Отвечаю. Вы до конца, я сейчас расскажу очень просто. Общение с отцом регламентирует государство. Вы должны с его отцом развестись. И в судебном порядке установить опеку над ребенком, алименты. И вы должны зафиксировать, если у вас есть фото, например, бывших побоев, все прочее, причина вашего развода это избиение вашего мужа. Вы это должны были зафиксировать. Вы этого не делали. Это ваша огромная ошибка. Вы до сих пор с ним не расстались. Он вас лучше поманит, вы вернетесь и в пятый раз. К сожалению, вот на данный момент ваше состояние такое. Потому что вы в нем видите хорошие качества, тех, которых нет у других. Конечно, другие мужчины так не бьют своих жен. В них этого нет качества хорошего. Вам это качество нужно. Мне хочется вас поддержать, но я понимаю, что если я буду с вами сахарной, мягкой, гладкой, хорошей, вам это в пользу не пойдет. Вы расслабитесь. Поэтому надо быть с вами жесткой и говорить, как есть напрямую. К сожалению, быть доброй и мягкой, как мне пишут в комментариях под такими абьюзными историями. «Девушка хочет помощи. Что вы так себя ведете?» Вы поддержите, а жертву поддерживать нельзя. Она будет жертвой. Поэтому человек жертва, чтобы ему давали внимание и заботу, любовь, которой никогда не было. Но проблема в том, что жертва ищет внимание, заботу, любовь через боль. Такой садизм определенный происходит. И быть добрым с такими людьми нельзя. Потому что вы этим человека, скажем так, балуете и потакаете ему. Он продолжает себя деструктивно вести и разрушать свою жизнь. Что я хочу вам сказать по поводу ребенка. Разводитесь со своим супругом официально. Устанавливайте опеку. После этого никто вашего ребенка никуда забрать не может. Да, физически, конечно, может. Но на вашей стороне уже будет решение суда, закон. Подаете на развод. Устанавливаете опеку. С кем ребенок живет. Кто платит элементы, содержание и все прочее. Чтобы вы не зависели от его подачек и так далее. Чтобы окончательно разрезать эту ситуацию пуповину, скажем так, от мужа своего разрубить. Отвязаться. Разведитесь с ним. И закон будет хотя бы вас защищать. Вы будете матерью-одиночкой хоть что-то, блин, получать. Какие-то копейки хоть за что-то. Вам так будут хоть какие-то льготы. Далее. Вы просто морально к этому не готовы. Вы не готовы с ним расставаться. И дело здесь не в ребенке. Что вообще, какие могут быть условия вас давят. Тиран продолжает терроризировать вас и говорит вам условия. Если ты будешь ребенка против настраивать, если ребенок такой плохой будет против меня и меня не любить, я его вообще заберу и воспитаю. Я заберу у тебя твоего ребенка и буду бить его. Раньше он видел, как я тебя бью. А если мне не нравится, как он себя ведет со мной, его бить начну я. Я вот вам перевела то, что угроза вашего мужа напрямую. Вы этого для ребенка хотите. Его родной отец впрямую говорит. Он вас продолжает над... У вас этот тирания, абьюз моральный сейчас идет, если не физически. Он вас продолжает и вы позволяете это делать. И меня это очень сильно злит. Вы до конца должны это разорвать. Хватит. Вы, ваши родители, они для того вас рожали, чтобы какой-то мужик вас сбил. Даже если вас родители учили терпеть. У вас ребенок вот что. Для вас триггер это ребенок. Наконец-то вы поняли и увидите по реакции своего ребенка сына, что так вести себя нельзя, что он это все видит и к папе. Он заслуженно плохо относится к папе раз. Два. Он вправе с ним не общаться, потому что, извините, папа пока что деструктивное общение вносит. А то, что они там играют в мирное время, у вас нет в мирного времени. Вы в ожидании войны, и ваш ребенок все это считывает и тоже чувствует. Что, что он с ним играет. Велика заслуга. Он должен не бить. Он не любит своего ребенка. Знаете, почему? Потому что он ему уже сейчас маленькому, который ходит в садик, предъявляет какие-то свои личные проблемы, комплексы, как взрослому. Только он не напрямую к нему говорит, а так как вы жертва и коммуникатор между ними, потому что ребенок еще не все понимает до конца. Он вам это говорит, что вы передавали. Люби папу, дружок, не относись ко мне плохо, а то я тебя буду бить. Он же себе новую жертву подыскивает вашего ребенка. Официально разводитесь, официально устанавливаете опеку, чтобы это было все на вашей стороне, надо фиксировать было побои. Или, я не знаю, как это пуст фактум делается, но заявление на разводство должно указать домашнее насилие. Может, у вас были какие-то переломы или еще что-то. Фиксируйте все это. Найдите себе хорошего адвоката какого-нибудь, хотя бы государственного, который бесплатно что у вас на это денег. Пусть родители вам в конце-конца помогут, раз они вас к себе забирали. Может быть, они уже не хотят помогать, а потому что они замотались, они все это видели, они вообще учили вас терпеть. Но пусть хотя бы помогут вам адвоката нанять, деньги на это дать, на хорошего адвоката, который будет на вашей стороне, нормально вас будет защищать в суде. По поводу ребенка сам вопрос. Это мои эмоции, уж простите, я не могу это поддерживать, я не могу видеть вообще, когда человек позволяет к себе плохо относиться и себя бить. И считать, что это нормально, что это нужно прощать. и считать, у него же другие хорошие качества есть. Нету. С того момента, запомните все, когда вас ударили, дали даже пощечину, когда тебя стукнул муж, толкнул, с этого момента он перечеркивает все хорошее, что когда-то до этого момента было. Обратного пути нет. Хорошего в нем нет. Если он это сделал целенаправленно, то это говорит о том, что внутри в нем это всегда сидело, вы просто это видеть не хотели. От этого человека надо бежать. Нечего ждать, оправдывать. Вот что я могу вам сказать. По поводу ребенка. Принимайте меры юридически, чтобы юридически, законно регламентировать время общения с ребенком отца, если он этого хочет. Я больше скажу, когда он увидит, что он не жертва, ваш ребенок, вы его законом отделите, оградите от сына, он не захочет на него воздействовать. Он себе просто от вас отвяжется, как любой абьюзер, и на тесте другую жертву. Он от вас отстанет. Но отстанет, когда вы с ним разведетесь и законом себя защитите, покажете, что дальше меня обижать нельзя. Сейчас это не происходит. Вы на подвязке, вот у вас помани получше, вы обратно сейчас вернете, вот в этом состоянии находитесь. Естественно, я против какого-либо контакта ребенка с отцом, который ему в этом общении, блин, угрожает. Что это за любовь через боль и битье? Вообще думайте, что, как эта фраза звучит? Люби своего папу, не будь против, и будешь мне подходить под мое настроение, я тебя буду любить, бить тебя не буду, а будет, я тебя буду воспитывать, буду воспитывать тебя бить. Нормально вообще. Это органы опеки, я вообще просто в шоке. Вот этими, угрозами, запишите аудио, разговоры, диктофон, обращайтесь в органы опеки, подавайте, вот даже с этими угрозами, что меня ребенок не будет любить, ты будешь на него, я вас типа всех вообще ребенка соберу, у тебя вот эти угрозы фиксируйте, подавайте на развод и в органы опеки, чтобы у него вообще прав не было на ребенка никаких, потому что он прямая угроза здоровью вашего ребенка. Органы опеки ребенка до 18 лет не оставляют опасной для жизни ситуации. И если вы будете себя так продолжать вести, вы не гарантируете ребенку безопасную жизненную ситуацию. Знаете, что в таких семьях происходит? Ребенка вообще забирают и лишают родителей родительских прав. раз мать не может защитить, отец его убьет. Вот ваша задача сейчас развестись, оградить ребенка. Какое, блин, вообще общение может быть? Общение с ним будет по закону регламентированное, когда он платит алименты, и вы защищены хотя бы со стороны закона и органов опеки на вашей стороне. Они вам будут помогать в этом. Но что за общение? Как он должен любить своего папу через угрозу? Что это вы думаете не считывает? Пацан ничего не понимает? Все, он понимает это чувство. Поэтому папа своего не любит, он его боится. А это не любовь и не уважение. Это просто страх за свою жизнь. Не заставляйте ребенка это делать. А вам самой страшно. Вы боитесь потерять ребенка, он вам угрожает. Записывайте угрозы и подавайте в суд. Вот мое последнее все. У меня по кругу как бы, знаете, мысли носятся, потому что у меня эмоции на эту тему. Вот. Я хочу вас поддержать. Но поймите, если я буду вам сопли подтирать и слезы ваши, во благо вам это сейчас не пойдет такая помощь. Мой совет конкретный человека, психолога, вообще кого угодно, называйте меня как хотите, разводиться официально и оградить общение ребенка с отцом. Потому что он не любовь ему несет, а страх. И это калечит психику вашего ребенка. Ему такой отец не нужен. Лучше никакого отца, чем того, которого ты любишь, потому что ты его боишься. Вот так. Пишите ваши комментарии, советы под этим видео, пожалуйста. Я оставляю почту в инфобоксе. Если есть истории, пишите. И если хотите, записывайтесь на психологические консультации ко мне. Я прошу извинения, если я вас там, не знаю, как-то ранила или жестко слишком с вами разговаривала, но по-другому я не могу. К сожалению. Кто-то должен быть тот человек, который вас жалеть не будет. Поймите, я прошу, чтобы вы на меня не обижались и отнеслись ко мне с пониманием и поняли, почему я именно в такой форме жестко с вами общаюсь. Все равно я всегда скажу, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете мне всегда на почту написать. Это я ко вторую письмо, пожалуйста. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok